Встреча с блогерами, проживающими в нашем муниципалитете, была инициирована главой Ленинского района Валерием Венцелем для того, чтобы лично познакомиться и пообщаться в неформальной обстановке с теми, кто пишет, рассуждает и обращает внимание на проблемы района в интернете. Для нас это очень важно. Мы всегда стараемся держать руку на пульсе. Мы благодаря в том числе тем информационным роликам и событийным рядом в благосфере стараемся очень быстро, оперативно реагировать на все замечания. У каждого присутствующего на встрече была возможность высказаться, поделиться опытом и сделать конструктивные предложения по решению тех или иных вопросов. Особенно остро обсуждались проблемы новых микрорайонов, в которых проживает большое количество людей. Самые горячие темы в медиапространстве сейчас – улучшение транспортной доступности, работа служб ЖКХ и раздельный сбор и утилизация отходов. Новые микрорайоны тоже жалуются, что у них нет бочков для раздельного сбора мусора. А некоторые даже видели, что и машины, которые забирают смешанный мусор, туда же и вторичку помещают. С учетом нововведений должно пройти некоторое время, прежде чем система раздельного сбора мусора будет отлажена. Администрация района в ежедневном режиме проводит мониторинг ситуации. На начало оно может где-то скомканно, и тому еще и зима. К нам навалилось, мы понимаем, да, проезжие части у нас сужаются. Подъезд к мусоросборочным площадкам периодически затруднен. Но это сфера деятельности и наша, органов местного самоуправления. Мы своей компанией Дорсервис занимаемся. Взаимодействуем с управляющими компаниями, с возчиком и, конечно же, с региональным оператором. Также в ходе встречи Валерий Венцель рассказал собравшимся о планах развития дорожной сети, строительстве новых детских садов и школ, дал поручение своим заместителям разобраться с проблемными маршрутами общественного транспорта. Сегодня благосфера занимает важную часть нашей жизни, и это можно использовать в позитивном русле. Основная задача подобных встреч – наладить диалог и с помощью активных жителей получать обратную связь от населения. Если все соцсети наши объединятся и создадут массовый штурм с максимальным пиаром, где мы будем выкладывать прямые какие-то включения по типу этих, потому что люди поймут, что администрация не бездействует и просто как-то законы принимает, а что это живые люди, админы групп участвуют в этом всем. И чем ближе будет контакт с людьми, тем сильнее они будут подключаться. Формат встречи был признан успешным. Продолжалась она более трех часов, по итогам которых блогеры обменялись контактами и договорились и дальше активно участвовать в общественной жизни муниципалитета. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.